С которыми невозможно ни о чем договориться, которые всегда... А зачем с ними общаться? А если невозможно с ними общаться? Не общаться. Общайтесь по делам. Понимаете, это для любой женщины является проблемой. То есть женщина стремится к близким отношениям, как растение к солнцу. То есть женщина хочет именно близких отношений. А надо тестировать людей, смотреть. Если, допустим, человек не готов к близким отношениям, то есть он ведет себя грубо, жестоко, то есть он строит отношения в невежестве, то с ним только надо деловые отношения строить. Надо понять, что эти люди являются испытанием для судьбы. Вот кажется, как все же хорошо в жизни. Почему этот человек меня мучает? Потому что так положено. Он является испытанием. Но если ты хочешь, чтобы тебя мучили меньше, не трогай. Если плита горячая, вот как можно трогать плиту, чтобы не обжечься. Вот все вроде трогаю в доме. Везде нормально. А как плиту начинаю трогать, так обжигаюсь. Но как, Олег Геннадьевич, трогать плиту, чтобы не обжечься? Никак. То есть нужно просто ее не трогать. Ставить на нее посуду. Пускай греет. Но не трогать. Так и с людьми. То есть если есть отношения на расстоянии, не нужно прикасаться ближе. А кто в близкие отношения пошли, обжег, ожег сразу. Это могут быть родственники. Даже может быть муж. Понимаете? Не имеет значения. Если человек не способен строить близкие отношения, значит нужна молитва. И отношения на расстоянии. Молитва постепенно смягчает судьбу. Когда судьба смягчается, любые люди становятся лучше. Но вы сейчас в отчаянии. Почему? Потому что вы с помощью слов хотите победить то, что не побеждает словами. Ну допустим, если я встал под Ниагарский водопад и хочу поднять водопад с руками, то у меня не получится. Потому что он сильнее меня. Вы столкнулись с силой, которая вам неподъемна. Отойдите, начните молитву. И стройте просто деловые отношения. Вот допустим, если муж хочет покушать, можно близкие отношения с ним строить, обнять его, сказать, я тебе приготовлю. А можно деловые. Можно сказать, мой дорогой, я тебе сейчас приготовлю. Приготовить ему и пойти. Он поел. Или накормить его так же спокойно. Но при этом не строить близкие отношения. И тогда ты не будешь страдать. И если он увидит, что нет близких отношений, он спросит, а почему нет близких отношений? Надо сказать. Почему? Потому что я не выдерживаю вот этого такого обращения. Если хочешь близкие отношения с удовольствием, но надо правильно себя вести. Если он сам идет. Ну, я вижу, в этой ситуации человек не хочет идти на встречу. Он просто жестко себя ведет и все. Ломает вашу психику. Я вижу это. Поэтому я ему сказал, не надо печалиться. Не надо печалиться. У тебя жизнь впереди. Ну, там девушка сзади в синеньком. Мандальничек, ловите. Вы? Да? Я? А если кто-то поймает, передайте ей. Я ей пойму. Пускай она немножко сама двигается в сторону своей судьбы. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Да? Я во время молитвы ничего не чувствую. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы судьба побеждалась. Какую сторону вы молитесь? Что вы хотите, чтобы поменялось? Все. Ну, так не бывает. Надо куда-то себя в одну сторону направить. Это такая бесконечная, да? Все сразу в меня. Хорошо. Так рада вас видеть. Спасибо большое. Будьте счастливы. Не получается у меня с молитвой. Надо слушать тех, кто молится внимательно. Слушать. И повторять, как они. Постепенно вы почувствуете сначала опору на тех, кто молится. Опору на этих людей почувствовать. Потом молитва придет в сердце. И раскроется сердце. Следующий этап. Мысли клынут из сердца. Сила. Сила вашей судьбы в виде мыслей. И вы думаете о Боге, а не о мыслях. И так вы будете ее побеждать. Вы хотите слишком быстро всего сразу. Вы отпустите себя. Просто погрузитесь в слушание. Давайте вместе попробуем. Микрофончик подставлять. Ближе подставлять. Ага. И вы будете повторять вместе со мной. Только вы. Все остальные не повторяю. Я ее сейчас получу немножко. Я включаю молитву. И мы под нее с вами молимся. Я желаю всем счастью. Я желаю всем счастью. Я желаю всем счастью. Вы вкладываетесь в эмоции. А надо вкладываться в слушание. Вот смотрите, есть два варианта. Я очень волнуюсь. Вот смотрите, есть два варианта. Вот я первый вариант. Смотрите. Ничего не повторять. Слушайте. Я желаю всем счастью. Это вкладываться в эмоции. Теперь вкладываться в память, в слушание. Я желаю всем счастью. Почувствую разницу? Давайте еще раз. Я желаю всем счастью. 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 Отлично. Вам спокойнее стало? Да. Последний раз сейчас. Почувствовали молитву? Да. Поняли, как молиться? Ну, думаю, что да. Все, вперед. Спасибо большое. Ведь иногда слова не помогают, нужно показать, потому что все думают, что у них все получается. А на самом деле у большинства не получается. Люди в основном думают о себе, настраиваются на себя во время молитв. В этом ошибка. Нужно настраиваться на молитвенное пространство. Оно в звуке живет, в звуке находится. Очень важно это понять. Как голос твой меняется, когда ты настраиваешься на молитвенное пространство, опора появляется в звуке. Опираешься, как будто. Сразу начинает меняться судьба. И это все начинается в сердце. Только оперся на звук, сразу здесь спокойствие появляется. Потом влияние на события начинается, идет. Мы об этом еще поговорим с вами. Молодой человек. Микрофончик на третий ряд. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня зовут Артем. В общем, такая проблема. Ну как проблема? Какие-то внутренние споры последние полгода между желанием развиваться духовно и желанием самореализации в материальном плане. И вот эти внутренние переживания мешают вроде и тому, и тому. Ну, прогресс есть, но все равно ощущение... Я знаю причину. Подскажите, пожалуйста. Часто люди думают, что развиваться духовно означает балдеть материально. Ну, то есть это просто ошибка мышления. Она исходит от самого ощущения счастья. Вот, допустим, если, допустим, я познакомился с девушкой, ну, допустим, я говорю просто образно, у меня есть жена уже, просто образно, познакомился с девушкой, то это само знакомство приводит к ощущению счастья. То есть человек начинает чувствовать счастье от этого. И он думает, что он для этого счастья и познакомился. А он познакомился для того, чтобы заботиться о ней, для того, чтобы служить ей на самом деле. Но ощущение счастья его путает. Он думает, о, я для счастья познакомился и буду наслаждаться. Не служить ей, не заботиться. Она думает, зачем мне такое нужно. Этот человек вообще меня не понимает. Он что-то наслаждается рядом со мной, балдеет. Даже цветочки не хочет подарить. Ну, то есть вообще ничего не хочет для меня делать. То есть, видите, произошла путаница, когда человек начинает духовной практикой заниматься, начинает чувствовать счастье. Вместо того, чтобы служить Богу, а служение Богу означает выполнять свои обязанности в обществе. Это самое первое служение Богу. Потому что если человек ходит в храм, там, песнопения совершает, но не может даже позаботиться о своей жене, накормить ее, не может просто выполнять свой долг, то это просто лицемерие. Понимаете? Служение Богу начинает с выполнения своих обязанностей. Если человек не хочет их выполнить, это лицемерие. Бхагавадгита с этого начинается. Там говорится, выполняй свои обязанности сначала, если ты хочешь служить Богу. Понимаете? Вот. В этом заключается ваш вопрос. Вы не понимаете, что такое духовная жизнь. Духовную энергию нужно вкладывать в вашу судьбу, в вашу деятельность. Если вы вкладываете ее в полет просто вот так вот, то это неправильное мышление. То же самое, любовь надо вкладывать в служение девушке или жене, а не в наслаждение ей. Это неправильное мышление. Понимаете? Вот в этом вся проблема. Вы духовно начинаете заниматься, вас расслабляет материально. Это значит, что вы не понимаете, что такое духовный брак. Вот представьте, допустим, я пришел в этот зал. Меня все здесь любят. Ну, почти все. Я чувствую, что почти все. Вот. Ну, мне почти все любят. Я пришел в этот зал, я... Ох, как хорошо. Расслабился. Все думают, когда же лекция-то начнется. А я у меня свои представления, что надо делать. Я сижу в балде. Неправильное мышление. То есть нужно служить, не обращать внимания на счастье или поражение. Вы поддались этому влиянию просто. Вам получаться начало духовной практики, сильно получаться начало. Поддались этому влиянию. Не поддавайтесь. Направьте силы в свою деятельность. Если у вас появились силы, отдайте их. Спасибо большое. Есть такая детская песенка. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. Когда будет надо, все трудя будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Вот так действуйте. Счастье свалилось, деятельность вкладывайте. Спасибо еще раз. У нас ответ на вопросы идут, потому что люди собираются. Непогода. У нас обычно ответ на вопрос перед лекцией. Девушка, женщина. Вы... Она преодолевает тяжелый период сейчас жизни. Мы с ней поговорим. Как у нее получается? Добрый вечер. У меня один вопрос. Я мучаюсь, что не знаю, работать ли мне по профессии или оставить все это и делать, что я делала раньше. Что вы делали раньше? Разное. Я пробовала разное. Мне все получалось, но мне не нравилось. Не знаю почему. Врач, если... Врач. Ну, почему этот вопрос возник? Я всегда думала, что это не мое. Вы устаете там просто. Врачом работать, устаете сильно? Может быть. Я не знаю. Я не понимаю, почему. Но мне нравится помогать людям. Я не знаю, что делать. Какие варианты еще, кроме врача? Что делать конкретно? Вообще-то я думаю, что я все могу делать. Но просто быстро теряю интерес к этому. Что я начинаю делать. Конкретно? Косметолог, например. Не подходит дальше. Ну, больше не думала. Ну, так, любая работа, как бы, наверное, все могут делать. Вот смотрите, допустим, вы мне говорите, Олег Геннадьевич, мне выходить за этого мужчину или за любого другого? Я вам отвечаю, смотря за какого другого. За этого. Вы с ним устаете. Предлагаете других. Так в этом-то и дело, что не знаю. А что спрашиваете тогда? Так спрашиваю, я не знаю. У вас сейчас идет тяжелый период, связанный с деятельностью. Вам тяжело действовать, вообще тяжело. Он побеждается с помощью движения. Как ни странно. Бывает так, что тяжелый период забирает просто силы. Человек просто устает. То есть, допустим, он работает и устает. И он думает, что это не мое. А на самом деле причина – это тяжелый период судьбы. То есть, надо больше двигаться, допустим, зарядку делать или пробежку делать. Вам легче становится. Да, но это не помогает мне работать. Больше надо делать, значит. Не хватает энергии. У вас истощение сейчас. Физическое истощение. Организм. Но не хватает сил работать. Значит, это мое все-таки. Потому что я всегда думала об этом. Если я не могу, значит, не мое. И все тут. Сложно сказать, ваше это или не ваше. Потому что, если человек что-то делает и очень быстро расходует свои силы, ну, как бы, ваша природа помогать людям. Ну, как помогать? Может быть, в косметологии там. Но, как бы, ваша природа помогает людям. Но надо понять, как и где помогать. Потому что, вот, там, где вы работаете в медицине, вас это быстро расходует. Вы как будто таете там. Буквально два часа поработали, у вас нет сил. Понимаете? Это значит, что или в другом месте, или другая какая-то направление медицины надо, где вы не будете таять. Вот. Человек не должен работать там, где он теряет себя. То есть, вы там просто расходуете сильно. Вы таете, теряете силы. Найдите место, где вы не теряете силы. Может быть, в медицине тоже. Ну, это может быть другая медицина. Допустим, есть же разные виды медицины. Допустим, вам подходит преподавание. То есть, допустим, вы, допустим, такая медицина, здоровый образ жизни называется. Раз, два, три, четыре, встали, все, побежали. Или еще что-нибудь в этом роде. Понимаете? Да. Работа с людьми такая добрая. Не уколы ставить там и в реанимации там помогать, а что-то такое связанное с деятельностью, оздоровлением людей, улыбками. Ну, у вас другая природа, как бы, не бегать. Вот так. Да, только найти бы такое. Найти означает молиться. Если вы не можете найти деятельность, у вас сейчас трудный период связан с деятельностью. Вы не можете найти себе, чем заниматься. Значит, искать не надо. Нужно молиться, чтобы пробить этот трудный период. Первая стадия спокойствия в сердце. Скоро найду. Вот сейчас нет спокойствия. У вас тяжесть в сердце. Вы чувствуете, что я не найду. Это объем работы. Дальше идет память о Боге. Молитва, как вот мы тренировались, девушка. Первая стадия спокойствия в сердце. Могу найти. Вторая стадия влияния. Вы чувствуете, что вы будете разговаривать с работодателем, и у вас сильная позиция будет. Третья стадия работа. Двигайтесь правильным путем. Если вы не можете действовать напрямую, действуйте через молитву. И придет время, вы сможете действовать напрямую. А еще такой вопрос. А может уехать в другую страну? У меня такие идеи есть. Вот видите, вот это классика. Смотрите, человек наступил плохой период, он работать не может, потому что нет сил. Надо двигаться. Он двигается мало. Сил мало прибавляется. Хорошо. Работа сильно истощает. Нужно поменять работу. Но так как человек чувствует здесь какие-то препятствия, здесь препятствия, здесь, я не могу вообще здесь найти работу. Какой вывод? Надо валить из этой страны. Тем более, что все говорят, валить надо. Нет, мне не говорят. Я просто была. Я только вернулась. Где вы были? Из другой страны. В Германию. И там так хорошо. Ну, мне было хорошо. Лучше, чем здесь. Да. Так. И я думаю, может уехать или бороться и здесь остаться. Вот. Такое тоже может быть. Сейчас посмотрим. Ага. Да, вас судьба вводит за нос конкретно просто. Я просто посмотрел, что будет там дальше. Дальше там будет жесть. Там вообще будет просто такое препятствие в нахождении работы. Там с ума просто будет сходить. Потому что там-то с такими, как вы, цацкаться никто не будет. Там вот жестко. От и до. Не нравится, вали. Какими, как я. А вы чувствительный человек. Вам нужны отношения. Это деловой стиль. Ту-ту-ту. Раз, два, три, четыре. Направо, налево. Больно. Вы не такой человек. Вам нужны отношения на работе. Хорошо. Вставайте здесь. Здесь люди все из отношений с сутками. Да. Вам просто, у вас плохой период. Смотрите, у человека плохой период. Какой вывод? Он начинает метаться. Туда, сюда. Надо просто в молитве принять судьбу, успокоиться и понять, что делать. Если судьба подскажет, что ехать, значит, надо ехать. Но это не так. Понимаете? Если человек бежит отсюда, он куда-то бежит и думает, сейчас счастье найду. Чтобы счастье найти, надо успокоиться, прийти в себя. Если ты в себя не можешь прийти, ты метаешься. Уже надо стоять на месте. Правило такое. Если человек метается, нельзя никуда бежать. Нужно остаться здесь и прийти в себя. Куда ты побежишь, там все будет еще хуже. Здесь ты живешь. У тебя здесь социальные связи. Там ты идешь в пустоту. Нет ни связи. Другой менталитет. Это не похоже на вас совершенно. Люди другие. Успокойте свой ум. Вы разумный человек. Куда вы себя тащите? Вы разрушаетесь в свою жизнь сейчас. Чем? Что хочу уехать или этим умом? Тем, что вы метаетесь. Плохой период жизни, когда нужно застыть, начать молитву, побеждать судьбу. Не дергаться. Вы дергаться начали. Ну, как бы я стараюсь делать. Вы тоже самое сделали в своей личной жизни. Тоже начали дергаться и получили плохой результат. Сейчас вы так же в работе делаете. Повторяйте одну и ту же ошибку. Хорошо. Тогда надо остановиться и успокоиться. Не успокоиться, а молиться. Молиться. Вы не успокоитесь. У вас плохой период идет. Если человек в попу иголку сует, он не успокоится. Это психологи говорят, успокоиться. А я им говорю, что не успокоиться. Но я молюсь. Вот. Больше, значит. Природа, свежий воздух, любовь к людям, движение, наполнение себя, прийти в себя, принять судьбу и отрезвить. Отрезвение придет дальше, понимание, что делать. Германия не вариант любого. Нет? Нет. Зачем, зачем в такое состояние, когда вы и так одна, еще больше делать, чтобы вы были одна? Вы сейчас хотите вообще разрушить свою жизнь, разрушить социальные связи. Человек может ехать в другую страну, когда он очень сильный. У него сильные связи, сильные возможности. И там связи появляются, он на связи найти едет. А если он едет в пустоту куда-то, ну какой смысл? Это пять лет понадобится, чтобы адаптироваться к этому месту. Просто эти связи в себе пять лет жизни человек теряет. Это я понял, когда съездил в Лос-Анджелес, там 150 проконсультировал русских эмигрантов. Пять лет жизни человек теряет, да, он куда-то переезжает, чтобы ему там адаптироваться, эти, ну как бы вот создать себе социум, себе жизнь создать. Это как растение, пересаживаешь с одного места в другое. Но сначала, вроде ты его в лучшее место посадил, а оно не может там расти, потому что адаптация нужна длительная. Все, я поняла. Не поняла, ничего не поняла. Трудитесь дальше. Спасибо. Две. Видите, не попал. Первый раз. Дайте ей. Все, мои хорошие, давайте после лекции пообщаемся уже. Мужчина, я вас обязательно с вами поговорю. После лекции. Сейчас у нас лекция уже. Мы уже час общаемся. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Будьте счастливы. Благодарим. У меня вышла книга, называется «Жизнь любви». Она, думаю, здесь уже есть у организаторов. И был такой социальный заказ во многих городах, в том числе и здесь, чтобы я провел беседу на эту тему. Потому что тема, хоть она и популярна, и как я часто читаю на эту тему лекции, но, как опыт показывает, люди не понимают все равно эту тему, несмотря ни на что. То есть они упорно не понимают. Поэтому мне приходится прилагать огромные усилия, чтобы наладить жизнь, личность жизни у людей, поправить их ситуацию. Потому что счастье человека зависит не от количества денег и его уровня жизни, как определяют Европа, говорят, уровень жизни важно иметь хороший. Счастье определяется возможностью жить вместе. Возможностью воспитывать своих детей вместе с родным отцом или с родной матерью. Ну то есть первая самая вот эта вот структура счастья — это семья. Если семей нет, допустим, люди социально очень живут супер, семей нет, счастья нет. Потому что счастье находится внутри отношений. Оно не находится в взаимодействиях с стиральной машиной, понимаете, или там с телевизором крутым, с мобильным телефоном. Это неправильное мышление. Счастье находится внутри отношений между людьми. Нет отношений — нет счастья. Ты можешь себя хоть тысячей вещей покружить, хороших, приятных, но если нет отношений — нет счастья. Нужна семья, нужны дети, нужны друзья, нужны старшие, младшие в жизни. Если уж говорить о жизни людей, то постепенно, с течением времени, возможность отношений сужается, как ни странно. Люди говорят, мы стали жить лучше, чем, допустим, 200 лет назад. Ну не факт. Вот 200 лет назад была совсем другая ситуация жизни. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Я в Сан-Франциско приехал, вышел на улицу, говорю, а где люди? Я хочу весело, чтоб не было. Мне говорят, а люди все в машинах. Никто по улице не ходит почти. Все. Пустота. Нет людей. Нет социальных связей. Человек живет в доме в каком-то, он не знает соседей. Может, никогда почти не узнает всю жизнь. И если, допустим, он поздоровался с кем-то, просто из культуры, то это ничего все равно не значит. На работе деловые отношения дома тоже трудности, потому что людям не хватает вот этих отношений с природой. Человек загоняет себя в камень, загоняет себя в деловые отношения. В храм тоже никто не ходит. Истощение происходит. Главная проблема современной жизни — это истощение. Есть физическое истощение. Нет контакта с природой. Природа дает человеку здоровье. Не прогревание, не ванны какие-то там ультрафиолетовые. А природа дает здоровье человеку. Нет контакта с природой — нет здоровья. Люди дают социальную силу. Вот, допустим, если ты не можешь замуж выйти, не можешь на работу устроиться, значит, у тебя нет этой социальной силы. Это человеческая сила. Если люди наполнены этой силой, то есть у них много этой силы. Они могут выйти замуж, устроиться на работу. Они в социуме чувствуют себя сильно. И женская сила — это красота. И мужская сила — это влияние. Но люди, которые не умеют наполняться этой силой от друзей, от людей вокруг, у них нет возможности. Нет силы, нет возможности. Человек становится слабым. Одна девушка мне говорит, Олег Иванович, я не могу выйти замуж. Я говорю, у вас подружки есть? Нет. А как вы выйдете замуж? У вас нет отношений с людьми. Вы в замкнутом пространстве живете. У вас есть только мечта одна, и все. Но мечта не помогает человеку выйти замуж. Помогает сила. И также есть сила преодолевать препятствия. Если человек не имеет отношений с Богом, он не ходит в храм, у него нет молитвы, работа над собой, он не может преодолевать препятствия. Возникло препятствие, допустим, там, налоговая, полиция, там, еще что-то. Ну, много препятствий в жизни. И человек не может ничего с собой сделать, он рушится изнутри от этого. Я, когда в Питер приехал где-то год назад, меня встретили слушатели моих лекций. Их попросили меня довезти до места, где я буду проживать. Они по дороге рассказали мне про свою жизнь. Что они слушали мои лекции, начали молитву, учились всему этому. И судьба недолго как бы думала, чтобы проверить их. Пришли проверяющие и сказали, мы знаем нарушение в вашем бизнесе, и мы хотим у вас его отнять. И вы ничего не сделаете, то есть или вы отдаваете бизнес, подаваете за дешево, или сядете в тюрьму. Но они себе поставили еще одно или. Они взяли и начали просто молитву. И первая стадия, они почувствовали спокойствие. Вторая стадия влияния, то есть они начали видеть, какие рычаги можно на этих людей повлиять, как. У них появилась сила это делать. Все зависит от силы. И эти люди, сколько они пытались с ними что-то сделать, у них была огромная власть, у этих людей. Они сами сели в тюрьму потом. И эти стадии победы на судьбу, они мне все рассказали. Это длилось полтора года. Сначала спокойствие в сердце, потом влияние, потом они чувствуют, что все. И так как эти люди не поменяли свое мышление, они хотели зло совершить. Это зло вернулось к ним самим. Понимаете, если человек сильнее, то зло его не может одолеть. Допустим, кто-то подошел и решил морду набить, да, кому-то. Кто-то оказался сильнее. У кого морда будет набито? У него самого. Таков закон жизни. Ну то есть сила бывает духовная, психическая, физическая. Духовная сила берется от Бога, она самая большая. Психическая сила берется от людей, все это знают. Нет людей, нет психической силы. И физическая сила берется от природы. Контакт с природой, нужно любить природу. Я читал лекции, сейчас до вас был в Одессе. В Одессе, мне повтор поправляем несколько раз. В Одессе. Вот. И я там бегал вдоль моря. Очень, я почувствовал сильное море. Я наполнился так силой, то есть у меня длительная уже поездка идет. Я наполнился силой от моря, и сразу больше эмоций, радости стало. Физическое здоровье сильно влияет на психику. Часто люди ходят такие ослабленные, ну, что такое, люди не поймут, что такое, может меня сглазили. А ты просто пробежись немножко, и тебе легче станет. Люди не живут неправильно и думают, почему нет силы, что такое, здоровья что-то нет. Может быть, я не тебе таблетки пью. Тебе надо просто двигаться, движение жизни. Не хочешь двигаться, умирай. Ну ладно, лекция у нас немножко на другую тему сегодня будет. Я вам, в общем, просто рассказал, социальный заказ, что многие люди, ну, не понимают, как правильно жить. Но сегодня мы будем говорить о самой больной теме. Самая больная тема — это любовь. Вот. И я вам расскажу, почему она больная. Вкратце, если в одном, в двух словах, то мы не понимаем, что такое любовь. И не справляемся с ее воздействием на нас. Вот те, кто раньше пришли, мы с девушкой разговаривали, что не справляются. Да. Справятся, потому что она понимает. Она уже понимает, поэтому справятся. Давайте с самого начала начнем. Смотрите, любовь не принадлежит девушке или парню. Вот, допустим, девушка говорит, я люблю вот этого человека. Вы его любите, потому что думаете, что от него исходит любовь. От него любовь не исходит. Он не обладатель любви. Если бы человек был обладателем любви, он всегда бы мог ее применять как-то. Вот, допустим, если я обладаю мандаринкой, я могу ее бросить, куда хочу. Но если я не обладаю, она лежит где-то на витрине, я попытаюсь взять, мне скажут. Вот, это не твоя мандаринка. Вот, понимаете? Но здесь другая ситуация. Я мандаринку вроде бы взял, вроде бы кажется, что она моя, а на самом деле не моя. Понимаете? Вот так и с любовью. То есть девушка, если бы она обладала любовью, она бы всегда была красивой. Иногда девушка красивая, плохой период наступил, она некрасивая. Не справилась. И так далее. То есть мы не обладатели любви. Любовью обладает Господь. Это Его сила. Веды говорят, что любовь имеет свое воплощенное начало. То есть любовь – это супруга Господа. Любовь – это супруга Господа. Это реально личность. И она входит в женщин. Всех женщин этого мира входит в женское начало, олицетворяет. Олицетворяет означает вмещает в себя силу вот этой чистейшей, абсолютно бескорыстной, абсолютно могущественной энергии, которой никто не может быть сильнее и выше. Никто не может быть сильнее этой энергии. Ни женщин, ни мужчин, никто. Сильнее энергии любви никто не может быть. Даже сам Господь подчинен этой энергии. Он действует по приказу своей любимой. Он как бы не может ей перечить, потому что Он ее любит. Сам Господь любит любовь. Это воплощенная любовь. Она имеет непобедимую силу. Люди не могут жить без нее. Так же, как без Бога мы не можем жить, Он управляет всеми процессами жизни. Так мы не можем жить без любви, без его супруги. Но мы ее присваиваем себе. Мы думаем, что это мое. В этом вся проблема. Проблема заключается в том, что когда человек полюбил, он начинает думать, что ему положено теперь наслаждение. Вернее, он не начинает думать, он так чувствует с самого рождения. Мы просто так настроены. У нас такая настройка. То есть, полюбил я, чем я занимаюсь? Я наслаждаюсь, балдею. Мне нравится. Я чувствую себя хорошо. Наслаждаюсь. Все. Чем больше человек наслаждается, тем меньше он может выполнять свои обязанности. Что-то делать. Почему? Потому что его расслабляют. Я могу подвести себя, пожалуйста. Но лекции не будет тогда. Я понимаю, что вам надо меня фотографировать. Понимаете? Но я не могу читать лекцию, когда меня фотографируют. Противоречивая с ней. Мне надо сосредоточиться на людях, на зале. Итак, надо понять такую вещь, что все начинается с того, что когда мы получаем любовь, мы хотим ее использовать в личных целях. Неосознанно. То есть, мы хотим, чтобы она нас наслаждала. Это желание в нас живет с самого рождения. Ребенок начинает наслаждаться. Он чувствует любовь от мамы. И все. Он орет, если она от него отходит. Он ее эксплуатирует. Не дает ей шага сошагнуть. Постоянно требует внимания к себе. Она не может оторваться. Она теряет силы. И так далее. Давайте закончим фотографию. Вам надо съесть, выйти куда-то. Я извиняюсь просто. Я нефункциональный. То есть, любое движение ваше и меня отвлекает просто. Итак, нужно понять эту тему. Что можете пофотографировать после лекции. Там я цветы буду раздавать. Вот там ваше время. Можете всех перещелкать. Сейчас мое время. Спасибо.